В Саратове отменяются занятия во всех школах. Экстренные службы города будут обследовать здания образовательных учреждений. Причина отмены уроков – срочная проверка корпусов образовательных учреждений областного центра специальными службами. В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ города, образовательный процесс сегодня прерывается, сообщили в пресс-службе администрации города. Напомним, в субботу, 5 февраля, в областном центре уже останавливали проведение занятий в школах по той же причине. 21 января текущего года учебный процесс прерывали в связи с проведением мероприятий экстренных служб. Кроме школ, в этот день были закрыты и детсады. Также 13 января в Саратове из-за угрозы взрыва отменили все занятия в школах. Более 300 миллионов рублей получили обманутые дольщики «Победы» в Саратове. На сегодняшний день компенсации были выплачены 157 из них. Данные денежные средства были перечислены из Фонда поддержки граждан-участников долевого строительства «Дом.РФ». Об этом в своем официальном телеграм-канале рассказал вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Вопрос по проблемным домам жилого комплекса «Победа» удалось решить благодаря помощи спикера Государственной думы Вячеслава Володина, напомнил председатель областного правительства. С Гао Саратов на выезде сыграли соседями по турнирной таблице Суперлиги «Динамо Астрахань». Победа любой из команд укрепляла позиции клуба в чемпионате. В начале встречи хозяева площадки смогли сделать небольшой отрыв в 2-3 мяча, но «Аграрии» не только догнали соперника, но и ушли на перерыв с преимуществом в 2 мяча. Второй игровой отрезок прошел под диктовку черно-желтых, однако итогом матча стала ничья 25-25. Следующий поединок с Гао Саратов проведет 12 февраля в Балакове в рамках Кубка ЕГФ против Ставропольского Виктора.